Добрый день! Это программа «Другие берега» выходит на Эйхи и YouTube-канале «Живой гвоздь». Меня зовут Евелина Геворкян, я психолог, и в этой программе ищу ответы на сложные вопросы, в том числе не только личные, а сложные – это то, с чем я обычно работаю каждый день с людьми, когда с помощью диалога мы пытаемся найти какие-то индивидуальные ответы на сложные вопросы людей. А вот в этой программе у меня есть уникальная возможность задать интересным, уважаемым людям вопросы, которые могут быть интересны и более широкой аудитории. И программа «Другие берега» подразумевает разговор о проживании кризиса, о психологии эмиграции и не только. И сегодня мне особенно приятно представить гостя, отца Андрея Кураева, богослов, общественный деятель, церковный ученый. И как раз в последние дни я вижу, что вы в социальных сетях многое писали как раз на тему моего профессионального интереса и той страницы, в которой вы сами сейчас проживаете. Здравствуйте, отец Андрей. Добрый день. Давайте мы в самом начале для тех, кто не следил или пропустил, введем в контекст, где вы прямо сейчас, как вы себя чувствуете вообще, где вы находитесь, что происходит. Я нахожусь в эпицентре тёплой золотой осени в Праге. Как вы сами определяете вот этот период? Я не хочу за вас подбирать эти эпитеты. Вынужденная эмиграция, невынужденная. Как вы воспринимаете тот этап, который вы сейчас проживаете? Мне давно известно, меня давно пугала такая замечательная фраза «Серегайтесь мыслями, они слышны на небесах». То есть однажды в мечту, в свою мечту можно вляпаться. Поскольку моё детство прошло в Праге, я её, конечно, всегда очень любил, и, конечно, у меня всегда была мечта сюда вот приехать, вернуться. Мечта тем более острая, что невозможная, потому что здесь я был с 73 по 77 годы, это время Железного Заново, потом в следующее десятилетие просто... Ну, я тебя буду сюда приехать. Потом был занавес Место Железного валютный, не было денег в 90-е годы, чтобы сюда доехать. Поэтому мечта крепла. Но мечта – это то, что получается добровольно, то, чего ты добиваешься и желаешь. А в данном случае получилось, что я такая жертва аборта в этом смысле стал. То есть вдруг некое иное бытие было мне навязано. Кесарём сечением, ладно, скажем, мягче, кесарём сечением, не вмешательством. Холодная скальпель хирурга вырезала меня из московской жизни. Когда-то в 90-е годы была популярна песня, которую первый Александр Малинин на стихи Евгения Евтушенко. Это была замечательная молитва. Надо сказать, что это моя мечта – всё так создать, издать сборник молитв советских поэтов. Булата Акуджава, «Господи мой, Боже, длинноглазый мой, да». И вот в том числе и молитва и Вознесенского, и Евтушенко, и многих других. Они не каноничные совершенно, но они очень человечные и интересные. И вот Евтушенко была такая молитва. «Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим, дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула с сапожищем, дай Бог поменьше разных рваных ран, когда идёт большая драка, дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей однако». Поэтому, конечно же, я хотел бы жить, что называется, на две родины, на два дома, не теряя России, не теряя Москвы. Не знаю, получится или нет, но в случае произошло, что, во-первых, поскольку эта мечта давняя, то к ней и психологически, и даже в некотором бытовом отношении я был готов. Ну, например, поскольку, скажем так, первое, я, хотя и ношу одежды немножко инопланетного покроя, но, тем не менее, подвержен, наверное, всем законам физики, а также и психологии, психофизики. А говорят, что старики – люди консервативные. Как и было еще, кстати говоря, что старый, что малый. Вот попробуйте на стариках ставить эксперимент, это нехорошо, на детях мы это все время делаем, весь процесс воспитания – это эксперимент. И вот попробуйте у двухлетнего малыша при чтении «На ночь сказки» попробуйте побыстрее придвинуться к финалу. Или, поскольку он очень надоело 105 раз честь по красную шапочку, попробуйте чуть-чуть изменить сюжет. И вроде бы малый уже уснул, но, услышав новые слова, проснется и будет скандал. То есть малышу уютно, когда мир вокруг него прогнозируемый, понятный, уютный. Вот мама, вот сказка, все будет хорошо. Аналогично у стариков. Вот я это понял уже в себе, что, скажем, уже несколько лет, когда появляется возможность куда-то уехать, что называется, вот за свой счет, я думаю, куда. Вот раньше было желание, а поеду-ка туда, куда еще не ездил. Небывалые края. Со временем нет. Я понял, что мне интереснее при выборе ехать туда, где я уже бывал. Пройтись по местам боевой славы, повспоминать и так далее. И, конечно же, первым из таких мест является, опять же, Брага. Я год за годом ездил сюда. Соответственно, поскольку для меня очень важна та форма свобода, которая выражается в самостоятельности передвижения, это скутер. И в Москве он у меня есть. Я очень ему рад, и он очень мне помогает. Ну и здесь тоже я решил, что мне нужен скутер. Провайчики пражские – это замечательно, но все-таки скутер лучше всего. И я даже вот как бы в 2018, кажется, жизнь к году оставил в Праге у знакомого человека, оставил деньги. Вот надо какой-нибудь коферочек, хотя бы бэушный купить, чтобы потом по нему предвигаться здесь. Потому что аренда очень дорогая, получается, месяц аренда, все равно, что купить скутер в Европе. Это так. И все было хорошо, но начался ковид. И затем, соответственно, было два года, когда приехать в Прагу было невозможно. И эти деньги, они однако же лежали. И вот когда уже, соответственно, стал вопрос о том, что, кажется, уже всерьез надо приезжать, оказалось, что, видите, у меня уже есть финансовая заначка строго целевого предназначения. Поэтому к моменту моего приезда скутер стоял, что называется, у аэропорта. Было сразу оседлать и ехать, да? Скутер немножко смешной. Скутер китайской разработки, но чешской сборки. Что называется, самый дешевый, что у нас на рынке. Но пока как-то я на него совсем не жалуюсь. Все очень даже хорошо. Мой вес, он выдерживает. Ну, да. Я думаю, что сейчас кто-то из наших слушателей, сейчас много живет русскоязычных людей в Праге, могут, получается, увидеть отца Андрея, рассекающего. Вот мне интересно, что можно разве с аэропорта ехать на скутере? На автобаны можно выезжать? Я вроде красного словца сказал. Смотрим, смотанное, ну, какое там. А в принципе, конечно, можно, чего же. Ну, я здесь не пробовал. Но в Москве я это делаю часто. На скутере приезжал во внуковле, шлемете, а вставлял где-то на паркинге. Не платил. Не платил. Ну, а можно было между капельками просочиться и улетал. Есть и короткая поиска на один-два дня. Я с утра увидела как раз в Фейсбуке ваши записки последних дней о вашей поездке. Вот это то самое место вашего детства, да? Вот этот, как это назвать, поселок, пригород Иваны. Еваны, да. Как правильно? Еваны. Еваны, я не знала. Я, кстати, там бывала. Да, естественно, нормально. Знакомые, да, у нас живут. Поэтому я там как раз бывала и видела это красивое место. Там этот рыбник, он же пруд, озерцо, да? И вокруг него лес. Красивое очень место. А вы там жили... Вот я, кстати, единственное, не поняла этого контекста. Как вы в детстве-то здесь оказались? Что это было за общежитие? Почему вы вообще здесь жили в свое время? С этим... Это какая-то мистика, конечно. На самом деле, вот это время и обстоятельства моего детства. Мистика, кстати, вот в чем. Все мы помним, была организация по имени Коминтерн. Ее Сталин придушил во время Второй мировой войны. Уже не нужна она была. Скорее отпугивала союзников западных. Вот. И последний ее как бы вот отголосочек, реинкарнации, скажем так. Это было создание журнала под названием «Проблема мира и социализма» с редакцией в Праге. Это был журнал коммунистических партий мира. То есть не КПСС, не Компартия Чехословакия, Компартия мира. Как я уже потом узнал и понял, это было, с одной стороны, естественно, центр разведывательно-террористической деятельности. То есть, ну как это делается? Какой-нибудь заказывается статья, которая должна выйти под именем какого-нибудь там Генсе, какого-нибудь из Компартии Венесуэлы, условно говоря. Ее пишет, естественно, не он, а кто-то там из надзначенных экспертов, может быть, в Москве, а может, в Праге или где-то еще. Ну а затем, как полагается, этому ГЭС первому шестарю, везется на визирование эту рукопись. И это в ряде случаев законный повод для получения визы или встречи вот где-то там в этой стране или в какой-то другой третьего мира. Но кроме того, в чемоданчике у этого курьера у него, скажет, там пара миллионов долларов. Это отружинное финансирование этой Компартии, может быть, ее легальная деятельность, а может быть, и нелегальная, а может быть, прямо террористическая. Разные описания здесь бывали. И с другой стороны, поскольку это был журнал, реальный журнал и журнал Компартии мира, это началось, что в нем работали представители еврокоммунизма, то есть представители французской Компартии, итальянской Компартии, которые были ревизионистами по отношению к советскому сталинизму и так далее. И поэтому здесь реальные были люди, очень интересных взглядов. Международный коллектив редакции, настоящие убежденные, в том числе коммунисты, были карьеристы, естественно, советские, а были убежденные коммунисты, то есть люди, которые не могли вернуться на родину под страхом просто реального расстрела, какие-нибудь там черные полковники у власти в их стране и так далее. Напротив меня, помню, в подъезде жила семья, это был членом политосполкома движения Собачан и Палестин, то есть соратник Асера Рафата. А вот, скажем, надо мною, там женщина была замечательная совершенно, она член ЦК Шведской Компартии, шведка была и так далее. То есть все было очень интересно. У меня с той поры остался целый мешочек, мешочек с монетами разных стран. Я как ко всем стал подростком, я как ко всем представал, а можно монетку вашей страны. И поэтому разные весьма экзотические монетки, они в моей коллекции до сих пор есть. Дальше. Поскольку нужно было со всеми ними как-то ладить, учитывать их вкусы, статьи проходили обкатку в самых разных головах, и в итоге получилось так, что эта редакция стала таким мозговым центром, где выращивались идеи перестройки. И на уровне просто полографии, личностной биографии, потом люди, которые работали в этой редакции в разные годы, а это были разные люди, в том числе философ Мерапа Мамрадашили, например, они строились в том числе спикерами генсеков КПСС, там Черняев, скажем, у Черненко, нет, Печенев, у Черненко, Черняев, у Горбачева. Это тоже все прожаки наши, как бы из редакции и так далее. Так что это интима интеллектуальности, это было очень интересно, и это был очень важный опыт, он обычно для людей очень болезненный, опыт обретения какой-то многоязыкости, в смысле культурной, вот умение смотреть на отдирание от школьных стандартов, скажем так, которые очень прилипчивы, введчивы, а здесь ты изначально, вот, вижу, что, возможно, другой взгляд, другой подход. И потому что живет среди чехов, для которых очень болезненные еще недавние события 68-го года, да я приехал в 73-м году, то есть все пять лет прошло со дня появления русских танков на улице, да, а все это было очень живо. Но, между прочим, мой младший братик, он было три года, он при этом, человек бесшабашный, как свойственное имя возраста, он шагал по улицам Праги, в Буденовке с красной звездой, и вовсю горланил песню мой адрес «Советский Союз» популярный. Это мой адрес «Ни дома не улица», мой адрес «Советский Союз». И чехи балдели от этого, и никто как-то не кремил лицо и так далее, не требовал запрета русской культуры или советской и так далее. На самом деле отношения, он был переводчиком нашей семьи, потому что в детский садик чешский ходил. Вот я хотела сказать, а у вас какая была школа? У вас там такой был интернациональный котел. Да, школа тоже была интернациональным котлом, но у нее такая история. Я ходил в школу, которую основали еще русские эмигранты после гражданской войны. Нет-нет, она, конечно, была уже школой при посольстве всецело-советской, туда же называются «Предовые учителя комдировали из всего Советского Союза». Но здание, это локация, эта школа с 20-х годов была там, сейчас там медицинское училище находится. И эта школа была чем-то характерна. Две вещи, первое. Туда ходили все те, для кого чешский неродной. То есть дети из Дипсиста, Монголии, Польши, Венгрии, Румынии, ГДР, Кубы, Кубинцев было много, да, тоже. И так далее. То есть это тоже был детский международный коллектив. Вторая вещь была такая, что это была, половина здания была интернатом, общежитим. Это в основном были дети военных. То есть военные части советские расположены в Чехии после 68-го года. Но у них не было возможности сажать школу при каждой такой части танковой дивизии. Поэтому детей на рабочие дни отправляли в Прагу, в эту школу, они там жили, а на выходные возвращали родителям. В общем, всюду вот такое интересное интернационально разнообразное. Я просто сижу в каком-то недоумении, потому что я лично даже не могу представить, как это сформировало вас. Это такой котел, еще раз, это такая грибучая смесь, настолько нестандартная ситуация. Крышки, вот в чем штука. Дело в том, что в отличие от тех, кто жили в интернате, я жил в городе, но если обычные посольские дети жили в колонии на территории посольств, то редактор, редакторские редакции, у нас так называют редакторские, для нас редакция снимала квартиры в обычных чешских домах. Ну, подъезд, может быть, или этаж снимают и так далее. Было там три локации, где для нас снимали такие места. То есть мы просто жили в городе. Это тоже форма свободы. Дальше в редакции был свой кинотеатр. Свой кинотеатр, и там показывали всякие западные фильмы, всякие-всякие хиты только тех лет 70-х, всякие челюсти там и так далее, которые не было шанса посмотреть ни в чешских кинотеатрах, ни в советских. Но поскольку коллектив национальный, были первоклассные переводчики-синхронисты. И поэтому они с любого языка могли мгновенно сразу переводить. Прошли годы, и я понял, что то, что я считал кинотеатром, было на самом деле храмом. А здание редакции, где работали и папа, и мама моя, это была резиденция кардинала в Раге, католического. Он там сейчас снова есть. То есть мое детство прошло под церковными сводами, я этого не знаю. Вот удивительно, такая промыслительность. Так вот, и, соответственно, именно у редакции, не у посольства, был свой дом отдыха в этих самых неводах. Рядом вилла Карла Готта, это такая рублевка. Чешская рублевка. Более того, те самопомендованные пруды, говорят в эпоху, когда границы были закрыты, это своего рода такой лазурный берег был для прожан. То есть поехать туда, на эти пруды, рыбку половить, там полюс, убрать и все хорошо. Первозданный переродок, днецоветская власть тоже очень чувствовалась там. То есть очень любили Чехии это место, я тоже его очень любил. И это была еще и зона мальчишеской свободы, потому что на время каникул, осенних, зимних, весенних, мы туда уезжали без родителей. На выходные с родителями, это семейный дом отдыха, а вот на время каникул чисто детской компании. И вокруг леса, и пруд, и лодочки, и огромная территория, и нет особого присмотра. Вот. А есть девчонки. Да. В общем, все было интересно. Все было интересно, хорошо, весело, и футбольная площадка у нас своя была, и шахматные турниры, и чего там только не было. Так что это для меня был тоже таким вот значимым маркером, и поэтому для меня так значимо, что в ту пору, когда я стала присматриваться, что же мне делать-то, когда я понял, что 24 февраля 22-го года я таки потерял свою родину, это важно, как бы у меня никогда не было особой нотификации с государством, если я временно с такого щедрена, мы умеем различать любовь к отчизне от любви к его превосходительству, но все-таки очень сильный в русской интеллигенции вот такой народофильский миф народопоклоннический, что народ-то наш, он святой, страдалец, правильный и так далее, а вот его обманывают плохие чиновники, плохие цари, особенно бояре. А тут вот именно этот энтузиазм, с которым народное население восприняло идею поджечь хату у брата, у соседа, вот это вот меня ужаснуло. Вот, и поэтому как-то у меня уже язык не поворачивался на уровне даже языка говорить, мы вот отожислять себя с этим. Ну и было уже понятно, что как бы времена приходят вполне себе нео-сталинистские, значит, поэтому есть три сценария поведения. Первое – это замолчать, лечь на дно. Второе – не замолчать, не лечь на дно, но, соответственно, отправиться по Леновским местам в Сибири, что называется в лучшем варианте. И третий вариант всё-таки уехать. А я человек иррациональный и религиозный одновременно, да, вот, и поэтому мне было очень важно понять и подсказку свыше. Господи, а твоя-то воля какая? Но, при этом, надо сказать, что религиозный интерпетатор, он может противоположным образом статковать одну и ту же цепочку событий. Я начинаю проект и мне всё удаётся, и, кстати, мы замечаем, значит, Господь благословил. Если я начинаю проект и мне всё сопротивляется, я могу сказать, как здорово, значит, цена мешает, значит, тем более Бог благословил, значит, я на правильном пути. Вот, так что, поэтому здесь я никому не даю советов, предупреждаю, что это ваша судьба, это ваша судьба. Есть, я и такое слышала, знаете, внутренний аргумент, просто я не знаю, были ли у вас, на самом деле, сомнения, вот в это вот уезжать нельзя остаться, в этой формуле. И тут интересно, где для вас лично, да, вот этот вот разлом, если он вообще есть какое-то внутреннее сомнение, да, проходил, в какой точке, какая чаша весов перевесила. Вы, наверное, выше объяснили, что это было больше про безопасность. Я вот хотела, вы знаете, уточнить про... Вы немножко меня прервали в ту минуту, когда я сказал, что был главным аргументом. Да, да, да. Это связано с тем, с чего мы начали эти самые яваны. Ага. Потому что, как бы, вот взвешивая на веса аргументы за и против, я в течение года пару раз выезжал в Прагу для того, чтобы как-то посмотреть, есть ли окошко на границе, есть ли возможность вообще проникновения туда, как-то бросить якорь и так далее. И вот первый из этих приездов, это был июнь 22-го года, ко мне подошел на улицу человек, совершенно мне незнакомый. Отец Андрей, да, опоздают на улицах, бывает, даже в том числе в Европе, бывает такое. Дальше посылал спич, опять же, привычный для любого, кто русского в Европе. Вы уже здесь, вы приехали, на здесь выездно совсем, вам нельзя возвращаться, вы должны здесь остаться. Ну, человек незнакомый, тем разговоры сложные и немножко опасные. И поэтому я так микширую и говорю, ну, вы знаете, ну, я бы и не против, но как, потому что где жить, как работать, на что жить и так далее. Моему изумлению, вместо типичного ответа Бог поможет, Бог даст зайку, даст лужайку, да, как говорится, вместо свой, мой собеседник, говорит, для вас не селезает с темы, говорит, а для вас принципиально жить именно в Праге или где-то в Чехии вам все равно. Я говорю, в принципе, все равно. это Европа, здесь набор продуктов в магазинах одинаковый, село цивилизованное, я люблю себя европейское село и чешское, в том числе, нет проблем. Я скутеризирован, поэтому, надеюсь, буду, да, в рестайне и проблемы, да. Давайте, знаете, вот дело в том, что я сейчас, вот мои знакомые застройщики закончили строительство дома в одной сельской деревушке недалеко от Праги, километров 20, да, и вот я могу доводиться, чтобы вам там выделить квартиру. Ну, не в собственность, а вот на проживание, да. Я говорю, да, где это? Ну, он говорит, вы знаете, ну, вам это название ничего не скажет, это Ева, такой посерок. Я говорю, так, минуточку, стараюсь не креять сознание, а дом называется Юлешко? Он говорит, да, вы откуда знаете? Да, действительно, в Европе принято, что старые виллы, дома имеют имена, обычно женские. В данном случае Юлешко – это жена бати. Батя – это хозяин знаменитой обувной фирмы, чешской, еще до Первой войны. А потом большевики у него отобрали туда, и вот там отдали нашей редакции. И представляете, вот, собственно, вот… То есть это тот самый дом, где вы жили? Да, да, и мне предлагают в него заселиться. И тут я, что мне стало сделать? Или сказать, что это какой-то суперагент на меня вышел, который знает мою биографию настолько, что они какое-то досье не знают, да? Ну, нафига спрашиваются, что за агенты такие здесь, чесноки, какая ему интереса? Или же это вот посланница оттуда, как в голливудских фильмах, в виде бомжа, вдруг является ангел, да? Вот. И что это себе возвещает? Вот это было для меня определенно таким, может быть, самым значимым толстиком. Я понял, что скорее, если я закрою эту возможность, то как раз это будет в моей ситуации каким-то таким отрицанием божественной подсказки и промыслом божьим. Так что религиозное преобладалось на рациональном. Ну, или же просто они сошлись, да? Да, вот сейчас я тут остановлюсь во время своей речи. Я специально вас не прервала, настолько это интересный у вас опыт и особенный. Хотелось это услышать, я до этого нигде не слышала. Поэтому сейчас вот я немножко вернусь. Там, когда вот вы вспоминали этот образ стабильного мира, который дарит мама, читающая сказку, и что как это важно. И вот это то, что мы сейчас, наверное, за последние годы все потеряли и поэтому находимся в таком стрессе, хроническом каком-то. Ну, вот у меня здесь несколько вопросов. Первый, вот как вам кажется, вот вам самому, какой в итоге способ реакции, да, вот на стресс какой-то более свойственный, вот этот бей-беги Борись, да, я так понимаю, что мы эмигранты, это вот люди, впадающие в бег, да, в какой-то, или как вам кажется, или это борьба, или вот как вы себя ощущаете, потому что, скорее всего, я подозреваю, что с реакцией замирания было бы как раз остаться на месте и адаптироваться или делать вид, что меня тут нет, там, уйти в какие-то параллельные свои внутренние миры и всячески абстрагироваться от того, что происходит у тебя за окном. Одна из форм эмиграции это подписка на канал National Geographic. Вот, в свое время я когда об этом говорил, что я теперь вместо выпусков политических новостей смотрю в мире животных, потому что жизнь бегемотов неинтереснее, чем жизнь депутатов Верховной Думы, Верховной Думы, как он там называется у нас, ну да, Государственная Дума. Вот, там как-то понятнее, человечнее, искреннее, да. Так вот, да, это одна из форм эмиграции, это вот смена интересов, но, опять же, если мы смотрим на поведение животных, то у них есть разные стратегии выживания. У кого-то это стратегия «замри», вообще меня тут нет, я просто палочка или травка. У кого-то это стратегия «убегания», «быстрые ножки», «унесите меня». У кого-то стратегия «принять прямой бой», да. У кого-то стратегия «свернуться к рубочкам», «попробуй, возьми». Вот, что меня больше всего всегда проявили, один главный шок в моих примере знакомств с миром животных, это было то, что, оказывается, самое страшное средство поражения у животных, это не средство защиты от хищников, а это средство борьбы с конкурентами своими же внутривидовыми. То есть, рога у оленей, это не для того, чтобы олени отпихиваться, а бодать своим же. И прочее. Это для меня было большим разочарованием. Вот, но так вот, стратегии бывают очень разные, конечно. По характеру я интроверт, по характеру я домосед, так получилось. То, что я публичный человек, это вообще какой-то потрясающий нонсенс, парадокс в моей жизни. Вот, так что, да, сидеть спокойно дома, наверное, мне было бы проще всего. Опыт, опять же, есть, в том числе и советский опыт, когда если ты не хочешь, чтобы тебя трогали, хочешь что-то делать, ну, займись историей древнего мира. Вот, найди какую-нибудь такую страничку, о которой классики в шизмоленизме ничего не писали, и последний октябрь степленом ЦК тоже ничего не сказала заведомо, да. И вот спокойно исследуй, изучай, вот какие-то особенности португальской литературы, это не кто тебя не тронет. Вот, поэтому так много было талантливых переводчиков в Советском Союзе, гениальных переводчиков, которые делали оригинальные тексты гораздо лучше, чем они были в оригинале. Достаточно вспомнить Бёрдса или сказку в переводах Милна про Винни-Пуха и так далее, переводам Ашака опять же, и много такого, да. Вот, так что, это был, в общем-то, возможный вариант, да, поэтому, я говорю, рационально у меня, что называется, кейсы были с аргументами в разные, в разные пользы, но на уровне рациональном, если думать, да, что тут подталкивать, вологнизм, я советский мальчик, при всём при том, я понимал правила игры и выживания в позднем советском, брежневском Советском Союзе, в антроповском, вот, 70-80-70-е годы, это я помню, это моё, это мир моих родителей, друзей и так далее, и я понимаю, там правила игры какие были. А то, что в развитом путинизме мы увидели, это некие новинки, и главная новинка, это то, что государство отказалось от своей государственной монополии на репрессии, точнее говоря, на инициацию репрессии. То есть, если во времена Брежнева и Антропова было понятно, что ты можешь сидеть, пока товарищ майор не решит возбудиться с тобой, то теперь, в том числе инициатива возбуждения уголовного преследования судебного, она делегирована каждому активисту, гражданскому и даже адридезно-тарковому, который напишет тебя на нас по любому поводу, причём, как мы видим, обвинять могу не только за то, что есть, но и за то, чего нету, скажем, а вот на ком-то рисунке нет крестов, и мы требуем посадить по этому поводу. Ну или вот эти легендарные уже выходы с чистыми листами. Да. Что это? Или там не говоришь про какие-нибудь лайки, жесты и так далее. То есть, понимаете, в Советском Союзе там всё-таки какие-то рамки были, там человека явно за рассказ антибрежневского анекдота могли поставить на вид, выжить на комитет комсомола, но вряд ли даже выгнали бы из университета, и уж тем более не арестовали бы. А сегодня совершенно непонятно, какую меру наказание и пресечение не выберет судья. Современная судебная практика не знает оправдательных приговоров, формулировки статей в новых редакциях к колоннам кодекса они безграничны с одной стороны, а с другой стороны от них не отверстишься. Эксперты, которые заказывают суды, экспертизы, они совершенно безумны и тоже как бы предназначены для того, чтобы найти повод для обвинения и обвинить любого человека, который написал, даже переписал букварь. даже об этом они умудрятся найти состав преступления. И плюс к этому несколько действий на давности. То есть люди привлекают к ответственности за их слова 15-летней давности. Это не что-нибудь такое. И в этих условиях стратегии я вот сейчас сделаю вид, что я просто вот здесь примус подчиняю. Я молчу и так далее. Она не сработает. Вот. Поэтому... Ну да, я-то вот хотела только, да, наверное, завершить эту мысль, что если даже ты по жизни такой бунтарь-борец, то борись, ну, конечно, один человек или даже маленькая уже группа разобщенных людей против целой огромной государственной системы и машины, это нереалистичный план, скажем так, как мне кажется. Да, я не ставлюсь перед собой такие ценности. Да, да, да. Я говорю, что если мы в принципе... Я уже давно для себя решил. Меня никто не назначал гибридом по апрелю. Планы спасения России или Русской Церкви. Это не мои планы и не моя зона ответственности, скажем так, да. Поэтому нет, я таких супрезидатчик не решаю, вот, но... Ну да, да. И даже тактика, как вот мы только что обсудили, замереть или сделать вид, что я ничем не интересуюсь, меня это не касается, получается, что тоже ты рандомно можешь попасть... Моя задача и стать персонажем анекдоты. Я его аккуратненько вам расскажу этот анекдот. Мальчик приезжает в гости к дедушке с бабушкой, они очень рады, вот, а малыш в том возрасте, когда дети обожают устраивать обыски, вот, и дома у себя, и у родных, да, вот, искать всякие сокровища, клады и так далее. И вот мальчик в каком-то старомишке модике, находит старый, старый, фотографии, вытаскивает и бежит, соответственно, в гостиную, делится с бабушкой, дедушкой, открытием. А старики тоже рады, да, наши семьи, наш семейный фото, альбом, давай, малыш, давай, где мы тебе расскажем о нашем детстве, как мы росли. И вот устраиваются уютные диванчики, вот, и листают альбом, мальчик, ты че фотография, дедушка, а вот это вот, что за домик? Ой, малыш, это домик в Баварии, где мы жили, с мамой и папой, когда я был таким вот, маленьким мальчиком, как ты, как там там было, хорошо и замечательно. Дедушка, это что за мальчик, вот, короткие штанишки? Ты знаешь, это я, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, это вот, я там бегал по горам Баварии, это было здорово, клаваш, домик, прекрасно. Папа, а вот это вот, что вот это за дяденька такой, вот, понимаешь, вот, вот в такой вот форме какой-то странной и так далее, военной. Ой, ну, ну, это тоже я, но когда мне столько лет, сколько он папе сейчас, да, был молодой, здоровый, как раз тогда я с мамой, ты познакомился, мы вот поженились, и скоро у нас там сночилось, у тебя твой папа, будешь понятно, малыш торопиться. Дедушка, а вот на этой фотографии, что седенька такой, с такими вот, знаешь, вот такими вот маленькими усиками, такой вот причесочкой, да, это кто такой? Ох, мячок, это ужасный человек, это кошмарный человек, это адольский гитлер, это злой гений немецкой нации, он столько беды принес миру, развал войну, несчастных евреев бросал в концлагерья, он потяжал инакомыслящих, это был ужасный, ужасный человек, понятно, деда, а вот ты рядом с ним стоишь и руку вот так вот вверх поднимаешь, да, вот что это значит, что это ты такое делаешь? О, сыночек, я тебе говорю, минуточку, минуточку, я с вами решительно не согласен. Вот мне не хочется быть персонажем такого анекдота, но тоже стратегия промолчать, или там пить. И сейчас вот мне хотелось бы спросить, как, разделяете ли вы, вот очень часто сейчас в последнее время, и, наверное, особенно вот когда началась война, стали проводить параллели, да, для объяснения некоторых вещей, такие, ну, как бы переводя вот все общественные процессы на бытовые. И там в частности, когда вот в принципе все эти споры пошли, там, уезжать, не уезжать, а вот родина, она же мать, ну, как минимум психологи скажут, родительская фигура, и вот как будто бы ты то вот, значит, убегаешь от этой родины матери, еще что. То есть вот в принципе вот эти все сравнения. А еще с другой стороны, вот сегодня с утра буквально я услышала неизвестного мне какого-то пожилого мужчину, который предлагал забыть, там, наплевать и растоптать всех, кто уехал, потому что они не ценят все, что им родина дала, их обучили, накормили, воспитали, они неблагодарные, ну, про каких-то деятелей культуры, которые уехали, бросили. То есть вообще вот этот дискурс про то, что родина – это мать, или это наши родители. И мерить вот это, по сути, отъезд, или инакомыслие, да, или какое-то возражение критическое, получается, мнению матери или отца. Вот как вы... Ой, а... Если государство начинает называть себя родиной и матерью, значит, она хочет у тебя что-то отнять. Это давно известно. Второе. Родина ничего бы ни мнений вам не давала. Все это бесплатное образование, или жилье, и так далее. Простите, для того, чтобы что-то дать, надо откуда-то это взять. И система социализма, она строилась на том, что людям радикально, решительно не доплачивали за их труд обычный, колхозники, загалочки труда, они работали, десятки миллионов, да, с рабочим и та же ситуация. Да, и в результате вот эта прибыль от дешевых товаров, произведенных, государство клало в свой, как монополист, клало в свой бюджет, а уже из этого бюджета оно часть уделяло нуждам обороны, часть на обслуживание своей элиты, часть на поддержку мировой революции, часть, да, вот эти вот бесплатные поликлиники, школы, раздачу квартир и так далее. Это же, получается, сформировало целое поколение людей, которые считают, что они, во-первых, боятся государства, да, как строгого родителя, с другой стороны, они считают, что они настолько маленькие, да, и ничего не, не знаю, не имеющие права ничего требовать, да, там, как на Западе вам бы сказали за свои налоги. За счет геноизы денег и подарков от государства, да, это важно, потому что ситуация, как и с пенсией. Мне вот тоже сейчас понятно, ага, Кураев вот получил пенсию, да, и сразу же уехал. Но простите, эта пенсия, это то, что не государство мне дало, а то, что я дал государству. В течение всей своей жизни я платил отчисления государству, как оно на них наживалось, как там, не знаю, эти пенсионные фонды оборачивались, эти деньги, я смотрю, у них такие шикарные офисы стоят по всей стране, у пенсионных фондов, и то есть чувствуется, что люди хорошо обустроились. Вот, на мои деньги, между прочим, да, вот в этом смысле, я помню, одна из певиц, замечательная, откуда-то, из Прибалтики, да, она очень точно ответила таким хейтерам, что это я кормлю, а не вы меня, да, то есть она права, то есть, знаешь, как это какая-то, ну, это не Кристина Бакет, это кто-то еще, ну, вспомните. Это Лайма Вайкуля, по-моему. Совершенно замечательная Лайма Вайкуля. Это она кормит Великую Россию, да, она свои гонорары, из концертов Российской Федерации, из дисков, так далее, вот, отчисления за радиотиллюзионные исполнения, она платила налоги, она содержала ваш аппарат, ваши социальные проекты, и так далее, в этом смысле, она госбюджету вернула гораздо больше, в десятки раз больше, чем было вложено в нее госбюджет. Она абсолютно в этом смысле права. Точно так же, да, когда я пришел в пенсионный фонд оформляться, да, то, ну, я пришел в подрядники, пенсионная отделительная фонда была рядом с моим домом и рядом с храмом, где я служил, и когда они посмотрели, сказали, что вот из этого храма, ну, как-то эти женщины преисполнились уважением, да, и стали как-то активно быстро помогать, очень быстро, естественно, за полчаса все оформили, вот, ну, и при этом, вот, они открыты их досье, где перед ними в финансовом смысле горе, они говорят, батюшка, вы знаете, у вас будет хорошая пенсия, я говорю, да, почему я на это не очень рассчитывал, а у вас были очень хорошие работодатели, честные, они все время платили большие деньги за вас, вот, я сначала удивился, а потом, да, уже в личном кабинете зашел, посмотрел выписки, а дело в чем, что это все патриарх Кирилл, мой любимый, он мне поручил в 2009 году написать учебник для школы, а знаете, я еще в советские времена, краем уха, в одной беседе слышал, что вот если ты написал учебник для школы, считай, ты вытащил счастливый лотерейный билет, потому что учебники стоят дешево, но они сдуются многомиллионными тиражами, они сдуются каждый год, и поэтому однажды написан учебник в эпоху советской стабильности, он может кормить целую жизнь автора, Алмагуров там учебник, там по алгебре, вот он издавался вновь, 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 и так далее, и вот у меня 10 лет издавался вот этот учебник, издательство про учебник государственного, оно платило налог, и вот на базе вот этих высоких учреждений как раз оборвалась моя пенсия, но это как, это все-таки мой труд, это я писал этот учебник, понимаете, не государство для меня его написало, это не подарок от государства, вот, или скажем, другой мощный источник оказался в 90-е годы, я читал лекции в Доме культуры Меридиана на Калужской, да, конечно, в Москве, на Минске, на Калужской, вот, и там люди покупали билеты на эти лекции, зал был пол, это несколько лет длилось, и Меридиан честно платил налоги, эти были билеты, то есть это не было таким вот серым бизнесом, как в фильме «Ласковая моя», вот, и, соответственно, тоже это учитывали налоговики, а в то же время, в церковных трухе я получал совершенно копейки, то есть там действительно я бы на самую-самую минимальную пенсию работал, но как бы то ни было, понимаете, это моя работа, я эти деньги передавал государству, в надежде, что оно мне их вернет во время, как это они сомнительно называют, дожития, сроку дожития пенсиальной, вот, точно так же со школьниками, с детишками и так далее, то есть грабят родителей, недоплачивают родителям, то есть за них решают, какую школу и какой процент их заходов будет вложен, в свое время была идея уже, естественно, в 2000-е годы образовательных ваучеров, то есть сказать, что, знаете, что пусть государство не будет финансировать школу в образовании, но каждой семье выделяется ваучер, деньги, а вы решите, какую школу вы отдаете. Ну, кстати, такая вот штука была реализована с этими родовыми сертификатами, я не знаю, работают ли они до сих пор в России, но вот не так давно это создало действительно очень большую конкуренцию среди медицинских учреждений, и женщины голосовали ножками, и вот этим ваучером действительно, куда они шли. Да, в этом есть здравая идея, и она работала и в сфере образования, в том числе, но сейчас-то я думаю, что уже все, это отменили, но было возможно, будешь, хочешь выбирай математическую школу, хочешь там английскую школу, хочешь там казачью, как детскую школу и так далее, ну, выбирай сам, кому-то доверяешь, где-то не получай своего ребенка. Да-да, простите, что я вот сейчас чуть-чуть там сворачиваю, я поняла, что в этом смысле вы совершенно не испытываете никаких сомнений и дилемм на тему того, должно ли мне государство, я ли задолжал им и так далее. Я вам еще одну историю скажу, простите, поэтому еще одну историю расскажу. Есть человек, который мне очень дорог, хотя мы с ним сейчас, к сожалению, разошлись в каких-то политических оценках, да, происходящих. Это священник, отец Александр Солстаков. Он из такой старой дворянской семьи, и когда мы с ним познакомились, это было начало 80-х годов, где-то 82-й, где-то год 83-й, 83-й, он работал в музее древнерусского искусства, ученый-секретарь этого музея в Пасандрониковом монастыре, и параллельно, почти втайне, он преподавал в Московской духовной академии. И вот прошло несколько лет, я однажды, я уже сам студент в семинаре, и еду в электричку, на электричке в Загорск, утренний электричка, и так получилось, что я, как всегда, естественно, любой студент опаздывал, и я вбежал в электричку не купил билет. А я же не афин, я поэтому еду и переживаю, а вот это грех или нет? То есть, с одной стороны, понимаю, не успевал купить билет, а с другой стороны, понимаю, что не очень хотелось успеть купить билет, эти там 55 копеек сэкономить или сколько, и вот я так мучаюсь, и вдруг вижу, отец Фасандра спит на соседней скамеечке, я пересаживаюсь к нему, глушу, это грехом не считается, не считал я тогда, сейчас считаю, конечно, и говорю, батюшка, скажите, вот это большой грех, то, что я без билета еду. К моему изумлению отец Фасандра задумался, а затем поверил, видите ли, Андрей, советская власть перед нами в таком долгу, это, буду сказать, совершенно замечательно, очень быстро. Простите, я сейчас все-таки другую немножко аналогию верну, это реальный мой диалог, это прям первые дни после начала войны, но на самом деле ситуация, поскольку она не изменилась, а напротив, она затянулась и стала, к сожалению, уже как будто бы привычной, но суть дела не изменилась. Вот тогда, ведя вот эти разговоры и сравнения про нашу родину и государство, которое выступило, ну, так скажем, в такой неожиданности, шокирующие роли. И вот мы, почему-то такое у нас родилось тогда подругой сравнение внутреннее, что это равносильно, как вот когда-то, допустим, дети Чикатило узнали о том, что творил их отец. И там же была совершенно разная динамика, у него было двое детей, и один ребенок, сын и дочь, не помню кто, защищал до конца своего родителя, помогал, защищал им и говорил, как бы отрицал, по сути, вот эту черную сторону, которая вскрылась. А другой каялся, помогал финансово жертвам, или это еще такая же подобная где-то на Западе была история. И вот в какой-то момент, если уж проводить эту аналогию с родиной, матерью или отцом, у меня так точно было это какое-то шокирующее ощущение, как будто, не знаю, там твой отец разбуянился, побежал с топором на соседа, и вроде бы это и стыдно, и ты не понимаешь, как его остановить. И его семья, она же тоже, ну в некотором смысле в заложниках, если это такой, абьюзер будем считать, если это все на бытовой уровень переводить. И вот как с этим быть? И вот действительно, ведь тогда мы все и разделились на тех, кто говорил, что нет, это моя родина, это наши мальчики, там, я надеюсь, сейчас никто, никаких санкций не введет за употребление этой цитаты, и мы будем, значит, должны, и мы должны защищать своих до конца, даже если они неправы. А с другой стороны, да, вот какой-то здравый смысл, вообще какие-то общечеловеческие ценности, какие-то элементарные понятия совести, добра и зла, да, говорят нам о том, что, ну, боже мой, даже если твой родитель, даже твой близкий сошел с ума, это не значит, что должен к нему присоединяться и поддерживать это. Вот это у меня такое бытовое, да, было сражение, сравнение. А что вы думаете, да, на этот счет, и вообще корректно ли, да, проводить такие параллели, как вам кажется? Ну, во-первых, это необходимый этап взросления человека. Прекрасно показано в серии книжек про Гарри Поттера. Когда Гарри с ужасом узнает, что его любимый, ну, неизвестный ваш любимый отец, потому что он его не видел, да, очень легко любить его далекую икону, вот, оказывается, бывал мерзавцем жестоким и участвовал в травле североснепе и так далее, от североса. Вот, и ему очень тяжело принять эту правду о своем собственном отце. И, конечно же, любой мальчик, про девочка, я не знаю, но любой мальчик, конечно, идеализирует своего отца. папа кажется самым сильным на свете, самым храбрым на свете, самым умом на свете и так далее. А потом бывает очень горько у разных людей, где-то в разном возрасте, конечно, происходит, понять, что это, в общем, немножко не так. И папа может и ошибиться, и папа может быть побитым, папа может оказаться совершенно неправ, папа может оказаться просто несправедливым и так далее. И вот эту новую правду, новую реальность ребенку надо осваивать. Это непросто. Иногда форма освоения, иногда возникает несварение, и это может выразиться в том числе и по нараковому суициде, как радикальный раковый протест. Но все-таки это, к счастью, не всех, и не большинства. А так приходится, естественно, первая форма реакции на это, ну, самая первая, просто, более ужас отчаяния у ребенка забиться под плинтус. Если ребенок постарше, то, соответственно, подростковый протест. Вот, я и дети, вы все, вы не имеете права меня учить, вы сами такие и так далее. Эти люди запрещают не ковыряться пальцем на носу. Вот, а затем все-таки после подросткового максималистского бунта, ах, вы мои родители идеальные, значит, вы не родители, вы мне никто, не авторитет и так далее. Ну, со временем приходит некое понимание того, что надо уметь терпеть. Человек начинает открывать потихонечку свою собственную неидеальность, вот, и тогда заново начинает открывать для себя и мир родителей, их, пусть и не абсолютную правоту, но все же, скажем так, несоответствие созданного им в себе мифа о своих родителях, как ужасных тиранах, не соответствует реальность, то есть люди начинают заново мириться по мере взросления детей, особенно когда свои дети появляются у недавнего подростка, то вдруг оказывается, что родители были не такими дураками, как казались, когда, ну, по известному анекдоту, что вот давно не виделся с отцом, не беседовали лет 15, удивительно, как он помнил за это время, возвращаемся к разговору об взрослении, тогда, опять же, можем ли мы предложить какую-то аналогию вот этого, ну, как если личностного взросления, когда мы принимаем неидеальность этого мира, неидеальность наших родителей, и как-то там уже... С родиной то же самое, но при одном условии, как я готов принять отца-алкоголика при условии, если он перестает хвастаться своим алкоголизмом, если отец заявляет мне, что после третьей бутылки я начинаю с Господом Богом разговаривать, вы должны меня слушать, на этих условиях компромиссов быть не может. Вот, а если отец хотя бы в пьяном виде начинает плакаться, какая же я сволочь, прости меня, я твоей матери жизнь загубил и так далее, это уже есть форма для диалога, пусть даже хотя бы в пьяном виде он это делает, да? Ну, и да, если это искренне. Да, да, и так тогда, и вот, мне правда, я понимаю, что вас, наверное, замучили этим вопросом, но это до сих пор не укладывающееся в голове. И как же так получилось, да, что как этот вопрос решался для людей воцерковлённых, что как будто бы многие из них выдавали это за, не знаю, за послушание, за смирение, да, вот эту невозможность критически осмыслить действия там своего государства, ну и как, а почему? Потому что, ну, в церкви, да, сейчас в данный момент транслируют, в принципе, такую государственную политику и позицию. Как это всё умещается в одном человеке, который вроде бы как ходит в церковь и вроде бы речь должна идти о любви к ближнему, о том, чтобы быть лучше, любить ближнего и так далее, да, то есть как это уживается и как вы отвечаете на этот вопрос, когда к вам наверняка пристают с ответом за вот, ответьте за всех тех, кто сейчас ходит в церковь и поддерживает войну. Ну, к сожалению, последние 300 лет, европейские идеологи покамеренно учились хорошо отвечать на эти вопросы, оправдывать свою агрессию заботой о благе ближнего. Да мы же ради любви идём, ну, грубо говоря, идеология крестового похода, да, то есть мы идём туда, вот торгаемся в чужие, неизвестные нам земли, потому что там стражду наши единоверцы, наши соратники по классу, наши соплеменники и так далее, да, и просто хорошие люди, которые какие-то нехорошие люди угнетают. Значит, вот это вот позволяет очень легко примерять реальное насилие со словами о любви. А уж последние 300 лет так вообще считается хорошим тоном заявлять, что на нас напали. Это не мы на нас напали, да, соответственно, даже гитлеровская пропаганда она заявила, что Польша напала на Германию несчастную, Советский Союз заявлял, что и Финляндия напала на Советский Союз. Вот, и люди охотно этому верили, потому что неудобно идти против большинства, против соседей, начальников и так далее, неудобно идти против своей совести, поэтому лучше понудить свою совесть к согласию с мейстримом пропаганды и сказать, да, и в самом деле наши соседи ужасны, вот, и они обидели нашего курфюрста, нашего фюрера и так далее, наших ближних, а если даже не их обидели, то у себя, а не обидели тех, кого мы считаем нашими. Вот, и поэтому мы идем туда восстановить конституционный порядок, помуждать к миру, вот, защищать своих, ну, то есть оправданий очень много, к сожалению. Ну, и, кстати, вот одна из тех вещей, ну, там же находится Киево-Печерская лавра, они же там что-то как-то покусились на нашу церковь, мы не могли оказывается выпущенная медаль мечом и верой название, на одной стороне написано мечом и верой, на обратном участнику специального военного операции Украины. Вот, я не знаю, это медаль Министерства обороны или просто такой вот, потому что она продается на зоне и так далее, то есть это может конституционная медаль, но реально в прессе полно сообщений, что какие-то священники награждаются какими-то ветеранскими советами и так далее, люди в городе все носят, так вот, на этой медали изображена буква Z, кровавого цвета, если не ошибаюсь, да, а перед буквой Z на коленях стоит молодая женщина в пуховичке с крестом в руках. Это я легко угадываю на фотографии, когда, о которой много тиражировалось этот сюжет российским телевидением, когда девушка, верующая, вышла из Кирпичевской лавры и стала на коленях перед митингующими политическими активистами, которые требовали передачи этого комплекса музейного из рук русской церкви в Украине, руки какой-то автокефальной украинской церкви. И это вот красиво, конечно, смотрелось, вот это вот люди вокруг нее с лозунками стоят, кричат, такие кричалки негативного характера, а она стоит на коленях и тихо молится, замечательно. А потом стали появляться какие-нибудь подробности, как включать в мозги, и я просил тоже, смотрите, это происходит не в лавре, это происходит на площади перед лаврой. То есть, это не эти митингующие встроились в митинге на жизнь к храму, а наоборот, она вышла к нам. В тогда это не просто православная девушка, это рок-певица. То есть, у нее профессия, характер провокатора. Я люблю рокеров, слушайте, я сам провокатор, люблю рокеров и так далее. То есть, я восхищаюсь этой девушкой, молодец, площадки Красной площади. Но считать, что это вот именно исповедничество веры, ну, немножко не то. А дальше? А дальше, вечером, там уже дня, эта девушка замечательная, Катя Ершова, она пошла на службу, она еще певчая, там, в церковном хоре. Естественно, что, когда она пошла на службу, она выключила телефон. А она же стала медиаперсона за эти несколько часов. И все российские журналисты, узнав ее телефон, ей звонят, а она не отвечает. И по российским пабликам, и масс-медиа пошел, пошел в слух, и теори вставали. Она в застенках в службу безопасности Украины. Она уже мученца, она уже убита и закопана в лесу. Вы понимаете, вот какие страшные гонения, да? Через три часа она включила телефон, и сказала, что все это не так, и никто ее пальцем не тронул. Но этого хватило, чтобы стать героем. Аналогично, помните, бабушка вышла с красным зданием встречу, российским освободителем, потом ей, правда, выяснили, что к чему я, и она как-то немножко покаялась, но опять она стала героем икон там всяких стильных росписей и так далее тоже, что могла пропаганда с ней взяла. И вот на этой медальке эта вот девушка на коленях как символ того, что ведь и наших обижают, мы идем их обижать. Сама эта девушка ни словом не зазывала российскую армию и не требовала ее освободить. Вот. Ее образ вот так вот используется, надеюсь, без ее согласия. А вот, отец Андрей, хотел уточнить, когда говорят о сомнениях, да, вот в этой формуле уезжать нельзя остаться, я слышала и такую мысль, которая на самом деле у меня вызывает большое уважение про то, что есть такая ценность, как никуда не уходить и стоять за свой дом. И тогда вот у меня, ну, очевидно, что я лично сделала другой выбор, но мне искренне хочется понять, возможно, вы могли бы мне как-то разъяснить, да, саму эту мотивацию, понимаете ли вы, саму эту ценность стоять за место, да, то есть как будто бы тогда не твоя собственная жизнь, не твоя семья, там, интересы безопасности, да, а как будто бы родина как место, как территория, да, или как некие границы становится, или твой дом становится той ценностью, за которой ты стоишь. Можно ли вообще вот сейчас, да, сегодня вспоминать, да, о такой ценности и приводить ее как аргумент, вот на ваш взгляд, в сегодняшней такой ситуации войны? Эту тему я когда-то обсуждал с одним чешским дипломатом, дело было в году так, в 14-м, вот, и как раз он помогал мне получить визу тогда многолетнюю, я ему говорил, уже получив ее, я на прощание ему говорю, ну, у нас дружеские отношения теплые были, я говорю, вы знаете, я думаю, что вы сделали ваше правительство и вы сделали ошибку, да, да, если бы это почему, ну, потому что на этом, мне кажется, в интересах Евросоюза было бы диссидентов сдержать в запертие внутри российского муравейника, что мы тут кипели, вот, и как-то потихонечку, может быть, оттаивали бы российское общество, да, слушайте, это серьезно, об этом надо подумать, вот, так что, может быть, то, что сегодня Евросоюз закрывается в границе по русскому, может быть, это моя беседа, вина, с этой простой. Ай-яй-яй, если вы во всем виноваты, зря вы это озвучили. Я скажу так, это сюжет, который вы озвучили, он много раз проговаривался на московских кухнях, а потом и в различных публикациях, книгах, фильмах и так далее, значит, вот известный, ну, выбор российского, советского интеллигента, да, то есть, вот сейчас будет партсобрание, на котором моего друга, за то, что у него нашли архипелагул, как его сейчас будут вгонять с работы и так далее, вот мне как выступать и голосовать, в поддержку его или против. Если я выставлю в поддержку, меня выгонят вместе с ним, и за наноши кафедры останутся одни придурки. А если я промолчу, заболею, или, может, даже проголосую вместе со всеми за его исключением, я-то здесь останусь, но я-то умный человек, я смогу на своих занятиях студентам намекать между делом, что жизнь сложнее, чем кажется в кратком курсе истории ВКПБ. И со временем, если я останусь здесь, я, а, принесу большую пользу со временем, а, б, ну, опять же, если меня не будут, на мое место поставят консилдафона, который совсем плохо все будет делать, да, в такой позиции есть своя правда и есть своя неправда, безусловно. Я сейчас не буду повторять аргументы за и против, но я говорю, это тема старая, я понимаю правду, логику и той, и другой стороны, при этом я скорее по семейной традиции отношусь к тем, кто оставался все-таки, да, потому что отец до конца оставался в священном КПСС, и в 91-й год он встретил на посту редактора, издательства, как он назвался, политиздата, да, а другое дело, что как бы это было время перехода на позрасчеты, поэтому это было удивительно, я был семинаристом, отец завредакции философской литровой политиздаты, мы с ним вместе сидели и обсуждали, какие книги за счет Компартии издать в следующем году, Гридяева, Сергея Булгакова, Флоренского и так далее, тогда серия появилась издать действительно вот этих книг, вот, Честертона, Льюиса, вот, как бы я советовал задавать, они реально были в политиздате то есть это сработало, видите, то есть вот, и если бы таких вот людей, сегодня пропаганда называет их спящие, да, если бы таких людей, которые про себя думали иначе, чем даже говорили вслух, если бы этих лицемеров, двумысленных, двоведушных, если бы их не было в советской системе, она бы была гораздо более долговечной, то вряд ли бы нас с вами обрадовали, поэтому тем, кто идет с открытым забралом, низкий поклон, вот, но я бы не торопился осуждать их тех, кто до сих пор работает, ну, грубо говоря, в системе российского МИДа, например, вот, ну, просто зная там тоже некоторых людей, я понимаю, что по складу их явно корежат от того, что они должны сейчас озвучивать вот по долгу службы, вот, но это именно, ну, помните, это то, что очень хорошо понимают западные штабы, что невозможно решить проблему, скажем, российской экспансии и агрессии, не обеспечив вопрос выживания России как таковой, ну, хорошо, ну, вот, есть какой-то народный бунт или еще что-то, да, волна народного возмущения свергла режим, дальше что, кто-то все он должен потом эту бурю утихомирить, куда-то ее везти, да, вот, и по этим мотивам именно США поддерживали большевиков в 20-е годы, когда, скажем, президент США наставил на том, чтобы японцы ушли из Владивостока, это не Красная Армия их оттуда выдавила, это Америка их заставила оттуда уйти, именно поддерживая, выступая против распада Российской империи на части, вот, потому что понимая, что в этом случае гражданские войны будут там бесконечны, это будут проблемы для всего остального мира и так далее, да, поэтому все равно какие-то люди должны остаться, которые будут элементарные чиновнические функции выполнять, кто-то мусор должен вывозить из города, да. Ну, и помимо мусора, если уж все равно возвращаться к таким, каким-то вещам, может быть, уже духовным, получается, что тогда, даже оставаясь, а потом кто-то действительно просто физически не может уехать из России, потому что это, ну, мягко скажем, не так просто, и тогда выходит, что надеждой, надеждой может быть то, что где проходит этот водораздел, даже если публично человек не заявляет, да, там, о своих протестных настроениях, то важно, что с ним внутри происходит, да, слился ли он с этим обществом и с линией партии, или все-таки, как вы говорите, каким-то образом должно же быть какое-то понятие, не знаю, совести или ценности внутри человека, которые будут удерживать его вот в этой ситуации двоемысли, что ужасно тяжело, на мой взгляд, жить в такой шизофрении, тем более жить долго, но выходит, что это еще больший вызов для человека не потерять себя, не раствориться в том, что сегодня происходит, и, ну, как сказать, сохранять себя до лучших времен, так мы можем это сформулировать, как бы вы поставили точку в этой программе сегодня? Я опять, я не буду делать тотальных выводов, я не советчик, не духовник, не человек, просто одна маленькая история, memories, опять из моей жизни, перед отъездом, я вот вам сказал, что уже формировал пенсию, пенсию я по инвалидности у меня, а это можно сделать только в районной поликлинике, и я никогда в жизни не ходил в районную поликлинику, вот со времен, когда-то подростковые осмотры были, да, и потом, ну, это была потом поликлиника МГУ, потом какая-то при патриархии, там и так далее, ну, и более-менее каких-то особо болячек не было, да, только последние годы, а здесь надо было пойти, а сегодня система такая, что ты когда-то там терминал стоит, в поликлинике ты тыкаешь, вот, там, десяток врачей, терапевтов или данного профиля, и ты как-то вот выбираешь кого к тебе, я никого не знаю, поэтому просто нажимаю по времени, когда мне удобно, это оказывается достаточно еще молодой мужчина, попадаю я к нему, вхожу в кабинет, назначенный час, между мною и врачом большой монитор, ну, а понимаете, что врачам тяжело, им нужно еще не только ставить диагноз, забеседовать, лечить, но и записывать все это, да, вот, и вот он меня не видит, просто на голос реагирует, да, я где-то там за экраном сижу, обычный посетитель, так, у вас что, ну, терапевт участковый, то есть он привык, что вот бессонница, не знаю, голова болит и так далее, жалуется, он пенсионера заслуженный, я говорю, мне инвалидность, а в пронизе, голос у меня довольно молодой еще, да, и он на автомате от усталости, может быть, спрашивает, а зачем вам это, я говорю, вы знаете, это ученые, старикам врать тяжелее, чем молодым, британские ученые доказали, я говорю, знаете, а чтобы на зоне на общие работы не ставили, он замолчал, потом начал стучать по клавишам, я вбил ее в угол, мы ими по центру, ни слова не сказал, но как он потом стал помогать, прибавить, чтобы скорее это сделать, вот это тоже путь. Спасибо большое, отец Андрей Кураев был в гостях в программе «Другие берега», меня зовут Эвелина Геворкен, я прощаюсь с вами на неделю, спасибо вам за участие в эфире, и всех слушателей и зрителей прошу написать свой комментарий, оставить свой отклик, и поставить лайк этому видео. Спасибо, до свидания. До свидания, да. Субтитры создавал DimaTorzok